Уже некоторую информацию, которую вы слышите, я уже не говорить не буду. Коротко о себе, с 1996 года, 20-летия, я с пчелами начинал, как я покупал беспородные, и на следующий год я понял, что в противогазе, там и в ОЗК ходить, это, ну, как бы... Ну, мне надо отгонить уже. Понимаете, я так живу, что 20 метров дорога, поселок, там и коровы, люди, кони, ну, все, Бородино. И мне, чтобы пчела там гоняло, ну, проблемы, мать, я этого не хотел. Поэтому поменял сразу тего. Скорпорт, сам поехал. Два пакета до Вайдара, Василия Антоновича, я ему не раз уже напоминаю, он прямо подарил за полцены. Те пакеты, что я в то время взял, две, одна из них настолько показала себя, что я, ну, я же вообще в то время меда столько не видел. Мне напрягает, чтобы она до 100 килограмм меда на стационаре дала, вот в то время, что говорится, была пчела. И именно сейчас, сия, как бы, пчела карника, которую мы имеем из Европы, недаром говорят нам о том, ну, все говорят, что это раньше была такая Карпатка. Я ее, как бы, получил, может быть, это был межлинейный кросс, но я ее получил от Вайдара, я знал. И утверждение то, что работа Карпатская была, до недавнего времени я держал это мнение при себе. И только после того, только после того, когда был генетический анализ, я согласился с тем, что Карпаток – это карника. Это карника. Популяция Карпатка, популяция карники, да. Ну, это не основное. Основное то, что в нас, в данное время, в данное время, ну, поэтому можете видеть работу, это карника Кирханевского института, дочка инструментального семенения, 63-я линия. Вот, работала она в Украине много, и даже, если сравнять с вашей стороной, то она хорошие результаты в этом году дала в Измаиле на карьевые испытания. Вот, именно эта линия, 63-я линия, она продолжается, но уже, как бы, начальница умерла. Но мы ее все равно держим, потому что это... Да, Иван Михайловича там есть, и не только, и в Луганской области есть. Я говорю, что именно получение материала из... и надолгнуло меня потому из Германии. То, что та Карпатка, когда я раньше как-то кочевал, она давала результат. Но когда встал на свет Сианар, то мне больше расплода, нежели мёта, не было надо. И район я не хотел уловить. Понимаете, в чем дело было? Потому что еще была работа отдельная, и я не мог оставлять пасеку, чтобы оно там само по себе, как бы, текло, этот ручей. Поэтому обратил... Сейчас тут будет ролик, да, это Виктор снимал. Посмотрите, обратите внимание, что рамка полученная, он ее снимает, и как работает матка, ей как бы все равно. Она как артистка, ну вот, позирует тут, ее снимают, она не реагирует, она никуда не убегает, ничего не делает. Это вы себе работаете, работаете. Ложила яйца. Вот, выравняйте образ пчел и образ самих маток. Тая светлее, это намного темнее. Вот, и все кармин. Все кармин. Значит, по пчеле, если она чистопородная, она цвет серый, матки может быть и коричневые, может быть и светлые, и с полосами, может быть и темные. Главное результат, и главное то, что мы видим своими глазами, или хотим иметь оттого или иного. В сравнении с кучкой, с кучкой, с кучкой, и матками, то там идет отбор на темных маток. Так что, не все то, что темные. Она нашла место, ложит, он ее снимает, она ложит. Ну, как бы, так. И карника, ну, я есть, можно сказать, карниковод, поменявший карник у себя на пасеке. Будь то лежаки, будь то стояки, я увидел, что действительно меда больше, нежели пчел. Потому что на стационаре, на поддерживающем взятке, они дают достаточно меда. Нераливые, они хорошо зимуют, как уже не раз говорилось, что клуб настолько сжимается, что непонятно, живы они там или нет. Корм от полтора до четырех килограмм за пять месяцев взимовки, без облета. По весне облет идет, после облета они всей силой идут на развитие расплодок, и я садов, рапса, качаевного. Бывают такие случаи в карнике, да, что пчелы уже нет, старая отошла, молодая еще не родилась, а матка дальше яйца ложит. Вот столько расплодок. И да, и в то время, когда у пчелы нет, ну, нету много пчел, есть молодые, они, как бы, ну, говорят, на 18-й день начинают вылетать. Я вам говорю, переключается, в 12-й день будет пчеля эта, молоденькая, она взлетает и летит, и приносит мелочую рапу, ну, как бы, плицу, и все получается в семье хорошо. Хотя и малое количество будет пчелы, но они всегда с медом карника, и постоянно, везде полу месяца идет, ну, мед, а внизу расплодок. Поэтому карника это перспективная пчела, но так как по информации мы знаем, что на данное время в Европе предложили сделать запрет на вывоз племенного материала пчеломаза, карники, из Европы в иные государства, то, естественно, поставил вопрос в том, и они сами предложили нам то, чтобы местные пчелы разводить. Ну, я говорю, я не хочу родить пчелу, не хочу, чтобы они кусали, поэтому мы работаем в ту сторону, чтобы наша местная пчела была тоже хороша. И те разговоры, что межпородные помеси, они дают там плохих пчел, роятся, плохо зимуют и тому подобное, чтобы развенчать этот мир. Я параллельно с тем, что сказал Иван Михайлович, это от него не зависело, взял группы маток, вывел, и были они облетаны как и на Ручковском труте, как и на Раковском было труте, ну, на Раковском это было место, это линейное разведение было, там ясно была группа отцовских семей, вот в горах там высоко мы возили, несколько раз ездили и также, ну, четыре. В этом участвовала линия ворота Леранс немецкая у меня, австрийская 71-643, материнка была, вот туда я взял Бернеровскую, дальше мы взяли, ну, Иван Михайлович брал, и они были облетаны на тех типах и линиях пчелок Карпат, которые там есть в Закарпатте, которые не только там по словам считаются чистопородными, но они действительно есть чистопородные семьи. И если даже в 80-е, 70-е годы смотреть, когда было межлинейное скрещивание пчелок Карпат, то они давали результат, там 15-30% прибыли больше, то есть это розыск был внутренней. И я, ну, что заметил до сего времени, что именно в себя на пасеке в этих тестовых семьях, семьях, которые у меня остались, то что частью есть в Иванове Градыча моих, есть в Луганской области, вот, там Сидоренко Виталий, он тестирует, и то, что у меня есть, я смотрю на то, что, ну, поведение пчел, как бы, друг с дружкой, резница в группах. Даже в одной группе, вот, по 6 мартов у меня там, вот, одна, в другой, как бы, дает ход. Есть чего уже выбрать. Посмотрим, первый год уже, когда пчела поменялась, и так как в моей местности в середине и вторая половина лета поддерживали чьи взятки, если бы кроме, кроме поцелова, который хорошо дает, вот, и то хорошо золотарь, в принципе. И я в этом году был настолько удивлен, что вторая половина сентября, а пчелы носят мед. Здесь есть видео, там, чуть позже вы увидите, я снимал, и уже в эту книгу, ну, как бы, карточку заполнения, ульевую карту я уже пишу. Там, вот, первый год, сколько какая там семья Тескова дает мед. Ее поведение, даже после обработки, не только там, вот, ставил бумажку и насыпался клещ, который есть, но уже после замены пчел, я уже после дымовой пушки тоже считаю, где больше, где меньше. Это должно быть по-любому в тестировании. И, как бы, и там интересно то, ну, это инструментальное осеменение, там, в отолерации, строя всех на стенах, на стенах, посмотреть. Вот, кто сеневир и учковский тримает, ну, содержит пчел у себя, можете поравнять, какая разница вещь будет. Что там написано на них? Я вам скажу сейчас, что это учковская пчела, и вы со мной согласитесь. Потому что разницы нет. Это говорит, что и наружно сказать, что, ну, от карники, сказать, что то, другая пчела, просто, ну, невозможно. Некоторые есть там, ну, характеристики, которые не одинаковые, что-то карники, что-то карпатки. Но главное то, что мы дожили до того, что не вся пчела у нас в Карпатах, она есть целая. То, что сложные комиссии. Даже дошло до того, что там и Бакбаст уже торгуют, и за место карпатки отправляют карнику, которая облетана, наверное, была у них там, и говорят, карпатка, хорошо, карпатка, хорошо. Но на самом деле это не так. Я говорю про бизнес это, но на самом деле те люди, которые занимаются карпаткой, это мнение, что нужно продолжать временную работу, они придерживаются. И кто хочет, тот ищет пути для того, чтобы это делать. А кто не хочет, ищет пути для того, чтобы отказаться от этого. Понимаете? Поэтому, если идет закупка пчел в Украине, это не означает, что там написано, или вам скажут по телефону, что там такая линия или такая порода. Я объездил, ну, как бы, сколько карпаты за до 2010 года. Я знаю, что где там делается, какие пчелы есть, и мне говорят, да там, ну, вот такая-такая линия, сбереглась, ну, это абсурд. Кому-то другому лапшу это говорить, то можно, но на самом деле это не так. Вот. Правда, правда в том, что, чтобы хорошая пчела была в нас на пасеках, нам нужно всем трудиться. Даже у себя на пасеках, когда вы видите, есть хорошие, ну, всеми, даже и гетерозыстные, будь то межпородные, будь то межлинейные, они являют вам и мне. Ценность в том, что они хорошо работают, и мы содержим этих пчел. Вот. Поэтому я в наше время сейчас вот именно содержу эти тестовые руки, чтобы не просто кому-то доказать. Я уже вижу и отобраны пробы пчел Крилл для того, чтобы по Пиморфе и по Карташову там сказать, чтобы видеть эти графы, кубитальный индекс, дисквитальный, может вам это не интересно, но это определяющие породности пчел. Чистопородные. Все хорошие ознаки, все присущие породе любой пчел, ознаки, они передаются генетически. Если не чистопородная семья, она ничего хорошего в втором, третьем поколении давать не будет. Вот. Выводил мазок, теоретенды, как в нуклеусы, здесь вот посмотрите, линии отеков и есть даже разнообразие, потому что, ну, в окрасе, потому что есть отцовская семья, есть материнская. И многие говорят, там 50% идет наследственность от трутня, но на самом деле больше. На самом деле все больше. Есть определяющие там желтизну, злобливость, кто как медовидность переносит, но я вам говорю, что по труту это, можно сказать, что дает больше, нежели 70, даже 75-80% наследственности той матки будут пчелы в той матке после споровки. Поэтому большое внимание мы должны, как бы, этому уделять внимание. внимание в том, чтобы труд был тот, что надо, который осеменяет маток, и те пчелы, маток хорошие, которые вас будут насырапывать. В нашей жизни так есть, что вот это на споровку, мы с левосой, про ЭВК говорили, двухместные. С этой стороны ту сторону, а с другой сюда. Вот. Одноместные под стеклом, и матки уберзываются. Я тоже это снял, чтобы вам показать стеклу. Ну, как бы сказать, ну, вот скажите по матке, какая порода. Нереально желал. Крюзничная. Да. Понятно. Вот. Поэтому, что я сейчас скажу. Значит, еще одна особенность, то, что после споровки маток на нашем карпатском материнском, реале, то есть в труде, что я увидел, что разнообразия нет. Как и держится гнездо, так и держится. Как мед носили, так и носят. И если вы на пасеку ко мне придете, я открою, и любой коникого-то увидит, он не скажет, что там есть поменье. Это в чистых линиях. В чистых даже линиях, там, враталерансе, или пернерская линия, которая на карпатском труде. Именно я заметил то, что в моем случае по этих тестовых семьях самое лучшее сочетание пока, пока, это и с вучкивским трутом. То есть на вучкивском труде дает очень хорошие результаты. Это пешец, типичный пешец, ну, взял Фадеева, Дениса, матку, вывел после этого сразу для сравнения. И здесь, увы, почти 90% матки были темного цвета, не так, как и материнка, Таня. Это, ну, состояние такое, когда труд, труд дает большому, ну, есть большое значение и наследство дает. Ну, это было, ну, как бы от матки Цакова, она была на него, и облетывали. И здесь, ну, наглядно видно то, что есть такие и такие матки с одного вывода, с одного вывода. Поэтому, вот, можно видеть этот свойство после облета. Ну, клеусы у меня двухместные, на три рамки, но я ставлю по две рамочки. Ну, моя система там, если я воска чуть-чуть прилепил, это знаки уже плодные. Вот. Вот, что здесь сказать можно? Все понятно, я думаю, что пчела... А дальше мы продолжаем то, чтобы предложить вам и для нас, чтобы, в первую очередь, была местная пчела, она схожая на ту, которая была в Карпатах раньше, которая, как была, ну, рассылалась не только в СССР, но и в Европу, но и в разные места. Да, я знаю еще, ну, это у меня старый искусственное семенение станок, как бы микроскоп этим делаем. А сейчас это уже новый, и там другой есть микроскоп. Э, микроскоп другой и инструментальное семенение станок. Это у Иоанна Михайловича на пасеке мы смотрим. И, соответственно, расплод мёвого там лежака, вот здесь так же. То есть по пчеле той, которую мы видим, вот тоже, вот вам и пернеровская матка. Пернеровская матка. Она отличается, она не темная, возможно, рыбая. И так же самого там, вы видели, серповидный расплод, а сверху и идет мёд. А это уже осень. Это осень, я вот смотрю, отбираю мёд от тех семей, которые из бучки с кем. Там поздний взятый, золотар. Поздний взятый, да. Там позже, посмотрите, я уже даже приготовил в зиму. Снёздок. А они залепили в боском так, что вообще я и оставил, и уже не трогал. Ну, такая характеристика пчели, с ней приятно работать, она в глаза не бросается, стучишь, там она наоборот сползает, в глаза не лезет, я не хожу с АЦК, и не думаю, куда деться, когда открываешь улики. Ну, нас воруют такие улики. Что, что, воруют? Нас будут воровать такие улики, блин. Ну, да, ну, насчет то, что у вас сколько семей, и где они стоят, я всегда видел, и, ну, для себя я удивлен, честно. У нас такого, наверное, спасибо. Как строят соты, вы на самом деле обращаетесь? Как соты строят? Да. Аппаратность, чтобы эти по кругу... Соты строят сколько вошли, если даже небольшой взяток есть, соты будете, ну, сколько будете вошли. Ну, рано по весне, я, если уже появляется взяток поддерживающий, я соты даю только по крыльям, где сто не рву. Когда температурный режим уже будет более-менее стабильный, тогда уже приступаю к выводам маток, вот, ставлю всеми воспитательницей, стартеры, и как бы, ну, в этом никак не буду, но уже тогда вообще, ну, можно спокойно ставить между... ну, между рамками, то есть рвать гнездо. И переходы во многих семьях есть. Рамка с рамкой, и эти мостики, они есть. И это не означает что-то плохо, просто неудобно с ними работать. Вот. А переходы потому, что когда появляется взяток, обильное выделение в гост. Те пчелы, которые при взятке работают и у них, это характеристика пчелы, обильного выделения воска нет, они не будут замазывать сверху эти воски вот так. Понимаете, к чему идут? Потому что есть взяток, мобилизация очень хорошей пчелы, и она выделяет, куда ей девать? Если она поедает, поедает, поедает мед, приносит, выделяется воск, и мимо вольно она теряет. Эти пчелы, что у меня, чтобы не тирать, они мостики делают, залипливают, в гнезде, если долго не посмотришь там, где что, и с наставкой, и так заделывают, чтобы потом по логтях этот мёд течёт, чтобы её отодрать всё и привести в порядок. Вот, не сдобно, ващину надо ставить. Ну, ващину, ну, а сколько ты будешь ставить? Ставить, 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 расставиться, а без проблем ставить, в гнезде. Бакфаст не строит мостики. Есть две семьи, которые чисто вот белая печаточка лёд. Это ворота Леранс, Слауса Шутте, из Ганавра, он присылал мне, передавали мата, хоро из 10. А это после взятки золотарника. Я оставил уже зиму, вскрываю бабаха там всё бабаха, и закрыл, он сфотографировал. Думаю, не буду я тебя трогать, да? Нет, правильно. Сам трогал. Потому у нас в плане селекции, в плане временного дела, работа понемножку делается. Я хвалиться в этом не буду, что у нас супер, потому что мы в таком месте, я ещё скажу, что стоит сказать, что хвалящийся пускай хвалится Господу. Аминь. Это сапога. Вот. Ну, что есть, какие наработки, мы говорим и будем говорить. Мы продолжаем всё это делать для того, чтобы пчела была стабильная. И чтобы она была стабильная, мы должны заложить к этому и вас. Чтобы те тестовые семьи, которые вы, например, хотите взять маток на тестирование, они принесли радость. Вам, мне, всем. Потому что я тоже заинтересован в том, но в одном месте мы собирались, что так было толпой людей, я буду заткать свои матки. Если же хотят, ну, а я ещё сказал, что бесплатно. Вы протестируйте. Хорошо, всё будет, дайте нам тех, чтобы от них выводить. Два года пользоваться, как тебе угодно. Но два года, на второй год, на осень, после последней откачки мёда, ты всё это просчитал, ты килограммы, просчитал эту карту с улья, что записано, берёшь с теми матками. Самую лучшую и самую плохую мне не надо. Но ты должен возвратить те, что посреди мне четыре. Потому что я их, когда тестирую, это только шесть маток. Ну, на больше-то мне тоже и улья надо, нужно, чтобы и улья были те же самые, и рамки те же самые, и подсчёт расхода, подсчёт клеща. Это всё по-честному, чтобы всё было записано, чтобы ты сделал, по-честному просчитал, сколько килограмм мёда, зимовку и тому подобное. Это всё всчитывается. Ну, и ещё одно, чтобы не схитрил, и метку верхнюю не оторвал, и на другую матку не приклеил. А для чего вы их обратно сажаете? Тестируете так? Так после тех двух год, когда, например, вы оттестировали, и у вас это вот той матки, пчелосемья, за два года вы протестировали, даёт за сезон по 400 килограмм мёда, то мне стоит её забрать у вас и в себя дальше размножать, проводить племенную делу с ней. Ага. Понимаете всё? Понимаете. К чему я веду? Она мне по сути не нужна. Понятно. Но если она выстреливает, у вас хорошие стабильные результаты. Вот по 63-й линии ворота Леранский-Камерский, до сего времени у нас инструментально мы были. Вот здесь улыбни. Вот и эта линия идёт, идёт, идёт. И вот в этом году Виталий Ксидоренко, я ему отослал тоже одну из этих маток. Он там инструментально с австрийским кэшесом сделал. И результаты рады. Результаты рады. Есть им. Потому что Камника стабильная сила. Невцы постарались. И от нас этого требуется. Будет стабильная сила. Не, не. Я не считаю. Я до этого времени тоже несколько лет назад мне всё равно было. Я брал материалы из Германии. И мне достаточно было Эхо-1 вывезти и продавать. Я сижу себе дома и ни в какой селекции не думаю. То, что пользуюсь, честно сказать, чужим не труда. А вот взять нам поднатужиться и сделать что-то хорошее. Надо свою пчелу загонить. Да. Для того и мы стараемся. Но я вам говорю, то, что у Карпатых сейчас пчелы, те, что стоящие пчелы, это уже Камника. Я в этом убежден. И после того, как мы будем в нас еще собираться, это уже результаты будут. Иван Михайлович по эти параметры крылышки промеряет и всё там дальше будем уже знать точно. То, что такого, я насколько знаю, не делает в Украине никто. То, что у меня сейчас эти тестовые группы. Ну, возможно, и в будущем вы услышите там линии, там, линия Карпатки, Лейкарники, как я уже назвал, Колывань или Горинька, то, что у Альберона. Покуда ни одной матки я с этих тестовых не сделал в этом году, никому не продал, не подарил ничего. Всё у меня. В следующий год, 2018, даст Бог, будем живы, буду делать для тестовых только семей для продолжения. Возможно, в числе тестеров будете кто-то из вас, если изъявите желание. Потому что нам интересно то, что те пчелы будут давать в вашем месте. Вашим краям, да. Да, в ваших краях. Потому что Акас есть, только как вас я не видел нигде. Ну, хотя, мои матки здесь ещё раньше, там, 3-4 года назад и 5 лет назад через Одессу там кто-то заказывал, я его лицо не видел, но он меня покупал и на Румынии, и через вашу сторону, через Придностровье, где-то они там отправляли. Я это не скрываю. Ну, то было Акарника, Эпадин, и они заживали, может, и вас кто-то здесь покупал, но вы не знали того. И я не знал, что они у вас те, кто-то. Вот такое. Понимаете. Если есть желание, что-то спрашивайте. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!